всем доброе время суток с вами канал лоха 54 и я владимир сделал я себе подарок новому году купил станок барабанно-шлифовальный но и можно смело добавить калибровальный потому что конструкция здесь очень интересная но я поехал за наждачкой для него а вы смотрите дальше это видео и все поймете о чем так сейчас выглядит дубовый стол уже закрыты углы динтикулы поставлены осталось на соколе снять это кромку и все на этом весь ящики делаю вот заготовки задние дверки уже поставлены 1 стоит но еще не клееные много шлифовки дубовая лестница будет и прочее и поэтому я уже устал шлифовать руками и заказал себе шлифовальный станок сейчас я могу покажу вот он приехал только что выгрузили его расскажу почему я эту модельку выбрал моделька новая шлифовальный станок гиби 21106 вот такую него артику кому будет интересно собственно самый такой станочек он кардинально отличается от всех станков что на рынке изучила его характеристики возможности но и понял что он мне нужен почему не стал остальные станки раньше разглядывать расскажу попозже покупал его как всегда на сайте harvey rus ничего плохого не могу сказать пока про свои покупки поэтому кому интересно все будет под этим видео то есть будет ссылка на станок и ссылка на обзор на видео проект станок все там они делают тоже скрываем вот так вот здесь все упаковано ребра жесткость стоят чтобы ничего не поломалось и сам собственно станочек вот он красавчик ну сейчас его вытащим снимется и дальше будем его разглядывать и после того как снялась коробка открывается нам вот такой вот вид смотрится отлично никаких дефектов и прочим на первый взгляд вообще не вижу все покрашено четко здесь у него шильдик предупреждения внимание написано здесь у него управление то есть включить выключить это подача ленты больше меньше это походу кнопка это аварийного сброса вот лента наподобие наждачной бумаги сделано здесь коробка с крепежом как я понял здесь вот так это прижаты эти ножки видать основания как на котором он стоит тоже ленты прижата все инструкция чем мне понравился этот станок во первых у него консоль жесткая то есть в ней нет никаких люфтов у него не как по классике так сказать жанра блин у всех станков ходит консоль а лента стоит на месте и поэтому в резьбе это сто процентов будут люфты вот как вот как вот на этом видео видите вот это все от резьбы а здесь нет здесь консоль мертвая а ходит вверх-вниз стол сам стол то есть по классике сделал нам подъема стола хвост стоит на таких винтах и там цепь ходит таким методом подымается стол и таким методом исключаются люфты вот этим он меня и зацепил где двигатель ленту который подает хотел собрать нижнее основание вот ножки крепежи все приготовил а потом вспомнил что у меня тележка инструментальная валяется где-то бог и нашел тележку у себя вот такую вот а то и сейчас здесь вот так обрежу сюда постелю фанеру с него же и сюда его установлю и на колесиках будет и все будет так сказать компактно а вот здесь у него прям вот уголки вот они здесь удерживали его прям и фанеру прям сюда эту и положим и его поставлю и все дела и будет он у меня уже на колесиках немного бодаясь тут с ним пришлось поставить вот такой ракурс его и вот о чем я говорил к свете классическая система поднятия стола одним штурвалом то есть цепь звездочки эти натяжные а эти приводящие и таким методом столешница подымали но это лента подающие подымается вверх ну стул вернее сказать здесь него может вот такой мощный двигатель и сварено все четверка металл скорее всего не хочется за штангу ли мы где-то металл четверка где-то так на глаз вижу ладно дальше с ним буду бодаться пришлось крышку снять и вот эту боковую здесь у него ремень стоит и шкив с двумя ручейками то есть 2 400 и 3 300 оборотов в минуту на приводном барабана на обрабатывающем барабане также все сделано то есть он скользкий весь его фиг руками возьмешь и открыл эту штуку чтобы здесь взяться можно было за него и перенести заодно и разглядел его со всех сторон ну и вам показал ну вот закончил тележку вот такая получилась для него думаю выдержит чем на ней по магазинам не ездить она совды пуска еще валялась у меня наверно лет 20 вот где-то на швейной фабрике что ли она была у себя в нитках я их тянул тянул не могу вытянут норы не мешает ну пусть так остается все лишнее с нее убрал одну стойку срезал потому что здесь детали с разворотом заготовки и открыл одну сторону с этой стороны мы сейчас его сюда поставлю ну вот и станок на телеге вот так это все выглядит сейчас тут свободная сторона пожалуйста с разворотом в принципе мне нравится стало все как будто так и надо здесь у него шильдик что-то внимание перед началом работы на станке следует изучать руководство по эксплуатации здесь у него шильдик не поднимайте не перемещать станок за корпус шлифовального барабана понятно здесь какой-то шильдик предупреждение перед тем как открыть дверцу отключите от сети тут у него шильдик с параметрами и тут шильдик тоже по инструкция птб ну запустим посмотрим тут пока крышку я не закрывал посмотрю может быть ремень перебросить придется сейчас он стоит на больших оборотах может на 2 300 сброшу пока непонятно еще работает тихо вот и лента пошла ну все можно подцеплять аспирацию и пробовать сейчас закачал столярку и будем чем пошлифовать вот уже в столярки телега себя прекрасно показала он через тот порог прыгал он сантиметров наверно 10 высотой но ничего проехал все нормально зацепил аспирацию выход у него сотка на аспирации у меня шланг 110 и поэтому чтобы одеть вот этот переходник и он не болтался здесь просто автомобильную гофру для проводки вот такой вот 10 сантиметров ой 10 миллиметров у нее внутренний диаметр и просто по краю здесь прорезь есть вот так это вот сюда на провода одевается и просто ее сюда на край одеваешь в эту прорезь и все четко встает прямо плотно-плотно и таким методом и уплотняется и как переходник вот блин здесь еще штурвал ребята есть штурвал то ставим на штурвал вот здесь есть штурвальчик вот такой и в прорези он встает здесь у него два вот таких пенечка как типа шпильки да вот сейчас видать и в штурвале тоже прорезь но и сюда устанавливается или здесь болтится сейчас я здесь закручу ну и попробуем что не шлифануть взял кусок фанеры видите лента чисто еще вообще даже ничего не касался еще даже барабан смотрел на этом видел через дырочку наждачка есть через аспирацию поставил 4 миллиметра ну сейчас попробуем включаем штурска отсос 4 миллиметра вообще тихо работает попробуем проехаться чуть-чуть задел и маленько добавим и 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 Еще чуть-чуть. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Ну что, ребят. Вообще ништяк. Вот все, прошел я ее. Единственное, это фанеры. Я поперек ее проходил. Ну, не по волокнам. Ну и шкурка здесь, видать, 80-я стоит. А сейчас посмотрим. Берем болтик. Берем. По нулям. Ну и давайте посмотрим. Блин, как прицепиться. 3,6. С этого края. 3,5. А вот 3,6. И с этого края мы проходили. Тоже 3,6. То есть ровненько он взял все. Но у него он и должен ровно брать. Вот, 3,6. Он и должен ровно брать, потому что у него жесткая консоль. Это не на резьбе там ходит. Она даже вот и джета я рассматривал. Вот, видео. Да, два слова скажу. Чтобы потом уже пришел. Это, конечно же, не калибровальный станок. Это исключительно барабально-шлифовальный. Он вот здесь вот. У него есть люфт определенный. Он дышит. То есть нельзя. Посмотрите. То есть я все видео смотрел долго и внимательно. И как таковой я не находил у них шлифовально-калибровального. Но этот ближе к этому подходит. То есть за счет жесткости вот этой консоли и нижняя станина, лента, она выбирает все люфты за счет вот этих вот нижних резьб. Ну, как вот Resmus вот напротив стоит. Я тоже его не хотел с двигателем сверху брать. Так и этот. То есть этим руководством я на Resmus. И, так сказать, чтобы не было люфтов. Ну, сейчас закроем крышку. И попробуем с двух сторон. По волокнам. Вот. И за раз. То есть здесь сейчас настроено. 4 миллиметра. И попробуем за раз. Вытянет он ее или нет. Ну, 3,6 настроено. Вытянет он ее. Добавляем. Развернул ее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, ребята, огонь! Смотрите, с переворотом даже перехода не вижу. Сейчас по волокнам шла. Ну, наждачку надо менять. Крупная она, да, 60-я, скорее всего, стоит. Вот если вот так приглядеться, видите? Вообще ништяк. Нету перехода. Не вижу я здесь, что где-то больше, где-то меньше взяло. Ну вот, жесткая консоль. Все-таки не зря я на этот факт опирался. И стол, который жестко стоит, без люфтов, то есть как на рейсмусе. Все то же самое и здесь. Вот поэтому я и купился на этот станок. И, как оказывается, не зря. Ну, в принципе, я доволен. Первый эксперимент показал очень даже отлично. А это я ящики здесь клею на стол. Вот на этот. Вон сколько здесь их. Нашел вот такой вот овал у себя. Сейчас попробуем его отшлифовать. Толщина фанеры 5 миллиметров, 5,5. Выставил ровно 5. Сейчас посмотрим, как он справится. Толщина фанеры 5 миллиметров. 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 все ребят отлично я посмотрим по стенкам по сторонам чем покажет 500 знаю видать или нет и с этой стороны тоже 500 блин да он вообще идеально берет то есть это по ходу шлифовально калибровали уже станок за счет жесткости я могу его так обозначить мне очень нравится такая система посмотрим что с барабаном у нас на барабан чистый из-под фанеры сосной не знаю сосной надо пробовать скорее всего сосной надо будет обороты сбрасывать на ремне то сейчас он 3300 по моему фигачит потому что там шкив здесь стоит и там есть шкив на барабане большой на двигатели маленькие это уже две триста будет надо еще сбросить попробовать на этих оборотах что будет и сосна конечно будет забивать ну у меня есть методы помыть как я уже показывал не раз если чего вот такой аппарат но блин ребята вот это меня вы вполне устраивает то есть все так как мне надо ссылки оставлю под видео кому интересно смотрите посмотрим потом позже расскажу как он себя будет вести потому шлифовать много еще сосну буду шлифовать вот полки лежат фанеры буду много шлифовать потом ящики буду шлифовать вот клеится целая куча их и все это через него пройдет но сначала надо наждачку все-таки поменять это 60 здесь стоит я так по ощущениям понял надо хотя бы восьмидесятку поставить пылеудаление у меня отлично справляется видите лента чистая вообще ничего нету и все улетела в бак вот она здесь а это пыль от фанеры то есть циклон работает на сто процентов мешок пустой висит с пылеудалением тоже все прекрасно ну и сейчас откроем крышку и посмотрим с какого металла мы сделаем здесь миллиметра 4 на или 5 металл 4 с половиной миллиметра до четыре с половиной но и снизу я тоже промерял короче он весь сделан из металла четыре с половиной миллиметра вот и здесь я его нагружал так пробовал короче это станина вообще очень мертво стоит не движется ну и понятно такое ребро это согнуть хоть на миллиметр очень сложно жесткости вполне ему хватает мы только что сейчас видели все все это я промерил ширина барабана 466 миллиметров но с разворотом это 900 там с лишним и это как раз столешница можно столешницу свободно здесь отшлифовать разворотом диаметр барабана 105 миллиметров вот здесь у него наждачная бумага крепится на справа стороны у него он там сбоку видать и не видать то есть есть натяжитель ленты он и также тоже крепится шестигранником высота заготовки где-то 127 миллиметров по паспорту то есть ну вполне себе нормальный столбик можно отшлифовать вот в принципе вот он шильдик кому интересно если резкость наведется тут все написано да и на сайте у них написано ссылки будут снизу пройдете посмотрите все его характеристики и все что кому чего нравится первое впечатление он на себе оставил честно скажу очень даже не плохие даже очень даже хорошие вот не раз увидите в работе расскажу как воду ленту сюда кроить потому что буду покупать рулонную ну а потом резать ее на куски по размеру как тоже увидите есть насчет насчет этого мысли ну а на этом все всем удачи до встречи